Теперь нам нужно создать всплывающее окно. Для этого есть вкладка PopUpMaker. Кликаем. Наверху здесь есть кнопка «Добавить новое всплывающее окно». Кликаем. Вводим название всплывающего окна. «Консультация» нужно ввести у нас. Теперь в это всплывающее окно нужно добавить форму. Кликаем «Добавить форму». «Консультация». «Добавить форму». Далее вниз спускаемся, «Отображение», «Вкладка». Выбираем тип окна, куда мы хотим сверху. Как вы видите, тут сколько вариантов есть. Сверху делаем. Вернее, посередине выбираем. Внешний вид. Выбираем тему оформления дизайна. «Лайтбокс». Считаю эту тему самой лучшей. Размер. Выбираем маленькое. Минимальную ширину ставим 100. Выбираем в процентах пикселей. Только на пиксели обязательно с процентов, на пиксели поменяйте. Иначе будет в окно больше экрана. Заходим в анимацию. Выбираем лучший для этого вариант затухания движения. Вправо скорость анимации на максимум ставим для более плавного вывода. Здесь начало анимации вверх, центр оставляем. Появилась новая вкладка «Звуки». Но станет неправильным это использовать, поэтому не буду ничего здесь настраивать. Вкладка «Позиция». Выбираем расположение. Я оставляю середине на центр. Дальше заходим во вкладку «Закрыть». Подкладка «Альтернативные методы». И ставим галочки в этих двух чекбоксах. В первом чекбоксе мы устанавливаем функционал закрытия всплывающего окна при клике за пределами этого всплывающего окна. Здесь мы устанавливаем закрытие всплывающего окна при клике по кнопке «Escape». Все, всплывающее окно создано. Кликаем «Опубликовать». Теперь нам нужно настроить дизайн нашего всплывающего окна. Для этого у нас во вкладке «Пупап Мейкер» есть подкладка «Тему всплывающих окон». Кликаем сюда. Как вы помните, мы выбрали тему оформления «Дизайн». Шаблон «Лайтбокс». Наводим на этот шаблон и кликаем «Изменить». У вас под видео будет маркировка цвета, который я буду использовать на этом сайте. Нам нужно настроить фон под всплывающим окном. Кликаем по этому маркеру. Можно его стикером, маркером назвать. И вот в это поле вставляем маркировку. Это самый лучший способ. Можете выбирать из классических цветов. Тут выбирать на панели основные цвета. Потом здесь смешивать их. Различные вариации. А тут с помощью этой шкалы делать насыщенность. А здесь можно устанавливать прозрачность. Тут все очевидно. Поэтому я не думаю, что что-то стоит объяснять. Так, возвращаем наш цвет. Так, далее переходим в контейнер. Фон. Вернее, граница. Выбираем, вставляем маркировку нашего цвета. И выбираем стиль «Край». Я считаю, этот стиль самым интересным. Отбрасывание тени. Вставляем нашу маркировку также. Далее, заголовок. Вернее, закрыть. Фон. Вставляем нашу маркировку. Отбрасывание тени. Выбираем цвет. Вставляем нашу маркировку. Сейчас не вставилось. Сейчас ставим. Все. Вот намного лучше выглядит. Теперь спускаемся вниз и кликаем «Обновить». Сохраняются изменения. Теперь нам нужно создать второе наше всплывающее окно, которое будет запускаться в карточке товара при клике по ссылке «Таблица соответствия размеров». У вас в этом уроке рядом с видео будет ссылка на шаблон, который вам нужно взять, открыть файл и скопировать весь имеющийся текст. И просто, ну, то есть, это как бы таблицу с соответствием размеров и вставить туда, куда я вам скажу. Но для этого нужно сначала создать новое всплывающее окно. Наверху есть, значит, вот во все всплывающие окна переходим. «Добавить новое всплывающее окно». Назовем ее, это окно назовем «Таблица соответствия размеров». Вот так вот. Устанавливаем курсор мыши. Вы должны вставить текст имеющийся. Я просто вставлю в таком формате. Вот, пожалуйста. Все. Теперь все, что нужно сделать в отображении. Все то же самое. «Центр», «Внешний вид», «Тема лайтбокс», «Размер». Ну, тут уже, наверное, средний нужно оставить. Средний оставляем. «Анимация затухания и движения». Так, «Скорость анимации максимальной». Значит, «Позиция середина центра» оставляем. «Закрыть». Альтернативные методы. Две галочки, двух чекбоксах. Все то же самое. «Опубликовать». Все, второе всплывающее окно у нас создано. Теперь нам нужно создать кнопку «Консультация», при клике по которой будет запускаться наше всплывающее окно «Консультация». Об этом поговорим на следующем уроке.